МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Попытаем о том, как прошел в тех избирательных округах, которые он курирует, 2017 год. Поговорим о планах на год 2018. Ну и, естественно, основное наше внимание, основной упор мы сделаем на трех поселениях района, нашего Одинцовского района, где, собственно, Олег Александрович и ведет свою депутатскую деятельность, общается с избирателями. Это поселения Кубинское, Голицынское и Чистцовское. Ну, а начать все-таки хотелось бы в двух словах, Олег Александрович, с нескольких общих фраз, может быть, да? Понятно, что у всех депутатов Московской областной думы примерно одинаковые обязанности, но каждый из 50 депутатов эти обязанности в силу своего характера, своего темперамента понимает по-своему. Тем более вы председатель комитета, серьезного комитета. Вот что для вас такое депутат Московской областной думы, функции, роль, задачи, которые перед ним стоят? Как вы себе это понимаете, если можно вкратце? Ну, наверное, деятельность каждого депутата состоит из трех неравномерных частей. Это зависит, правильно вы говорите, от личности депутата. Первое – это работа в округе, где избран. Я лидер списка «Единая Россия» по 13 округу. И в связи с тем, что «Единая Россия» набрала достаточно высокий процент, у жителей появился второй депутат. Кроме одномандатника есть еще депутат-списочник. И в связи с этим, конечно, лучше, потому что можно использовать деньги и возможности двух депутатов, обращаться к двум депутатам. Ну и получается, что мы, наверное, больше проблем можем решать. А в Одинцовском районе получается, что территориально еще и не только два, а четыре депутата. Вот я как депутат в мой округ при переделении, после того, как выделили новую Москву, получилось так, что три поселения перешли к 13-му Нарафаминскому округу. И для меня и Кубинка, и Голицына, и Чесцы – это такая же зона ответственности, как Нарафаминский район, Краснознаменский, и Молодежный. Поэтому первое – это работа в округе. Второе – это общедепутатская работа, это пленарное заседание, это обсуждение законов. Мы принимаем законы, и я очень рад, во-первых, что нам удалось уже в нашем созыве повысить зарплату педработникам педсостава на 5% и вспомогательному персоналу детских садов на 70%. И такие принимаем законы, связанные не только с образованием, но по образованию достаточно большая-большая львиная часть идет законопроектов, в том числе через наш комитет. И третья часть работы – это как раз работа комитетская. То, что мы проводим расширенное заседание, поднимаем какие-то острые вопросы. Вот буквально на прошлой неделе мы обсуждали вновь принятый и нами подготовленный закон об объектах культурного наследия, приглашали муниципальное наше образование, рассказывали, как лучше охранять памятники истории и культуры, потому что, к сожалению, не все знают о том, что при застройке высотной нужно соблюдать охранную зону усадеб наших замечательных дворцов, которыми очень богата Московская область. Мы обсуждали, например, вопросы семейного образования. Сейчас порядка двух тысяч ребят, школьников на семейном обучении. Родители поднимают вопросы о том, как мы к нему относимся, как сделать эту систему более совершенной. Вот эти три блока работы у каждого депутата, и вот они у меня в той же мере присутствуют. Если брать неделю, то понедельник и пятница я 100% нахожусь в округе, веду прием граждан. И сейчас уже надо сказать, что у меня система выработалась. Поначалу был очень большой наплыв, и я даже проводил не только прием граждан, а встречу с группой актива. Вот в Кубинке 10, например, несколько раз встречался, самые разные вопросы, мы фиксировали, что-то решили, что-то до сих пор там в процессе решения. А сейчас раз в два месяца я в каждом поселении, в шаговой доступности, чтобы ко мне могли прийти люди. И на постоянной основе моя штаб-квартира находится в Наруфаминске, в деловом центре Гермес. И в любое время можно подать туда письма, жалобы. Там работает мой штатный помощник, второй штатный помощник работает в Мособлдуме. И общественные помощники работают по всем поселениям. Через них тоже можно подать какие-то свои предложения, жалобы, какие-то, так скажем, заявления на материальную помощь в том числе. Ну, я хочу сказать, Олег Александрович, что знакомство наших телезрителей с вами, как с кандидатом еще в депутаты, это 2016 год, состоялось с дебатов, которые проводила политическая партия «Единая Россия». Я эти дебаты очень хорошо помню, потому что сам часть их провел. Я обратил внимание на то, что вы человек очень активный, и сейчас, как, наверное, никто другой, могу засвидеть, что те обещания, те наказы избирателей, которые поступали, вы так это методично, планомерно выполняете, притворяете в жизнь. И вот с этим все-таки, да, работа в Думе прекрасна, законотворчество прекрасно, комитетская работа прекрасна. Но, естественно, на месте для избирателя главное – это личное общение с вами, главное – это личные приемы, это ваши приезды, возможность схватить вас за рукав, что-то задать, какой-то вопрос, что-то спросить, вот какие обращения к вам поступаются и с этим, потому что действительно, наверное, для людей это вот лакмусовая бумажка, хороший депутат или не очень хороший, да, насколько легко ему задать вопрос, причем иногда очень непростой. Спасибо. Ну, во-первых, спасибо за оценку, первый год полный 2017 прошел, я привожу не раз уже пример такой характерный, мы устанавливали детские площадки, и после 18 сентября, после выборов еще одну площадку мы должны были открывать вместе с представителями МинжКХ, и который в звонке спрашивает муниципального одного чиновника, говорит, так, мы будем, Рожнов будет, он говорит, а Рожнов, почему выборы же уже прошли? Я просто к тому, что иногда воспринимается так, что особенно списочники, да, одномандатник, он считается, что он по округу, он идет как физическое лицо, а мы как списочники идем от партии, ну и вроде как нас могут и не видеть часто, а может быть не видеть, иногда и совсем, вот, здесь у нас сейчас все не так, это идет и от губернатора области Андреевича Воробьева, от председателя Мособудумы Игоря Игоря Брынцалова, о том, что мы должны быть на постоянном контакте с жителями, с избирателями, ну, в общем-то, а так как это совпадает с моим личным настроем на созидание, на то, чтобы помочь сделать полезные конкретные вещи, эта работа, в общем-то, идет вполне методично и конструктивно, поэтому все формы работы, вот, и сейчас я не только через СМИ отчитываюсь о том, что сделал, я приезжаю в трудовые коллективы, рассказываю, что сделал конкретно для этого поселения и что сделал за год и что планирую на 18-й год, больше того, сейчас я уже говорю, что коллеги в 19-м году у меня тоже есть депутатский фонд и до 1-го сентября мы с вами вместе должны сверстать эту смету, что мы в первую очередь будем делать, то ли окна менять в школах, то ли покупать где-то мебель, где она совсем плохая, ко мне приходят иногда и говорят, и вот в Кубинке было справедливо, что надо бы вот рояль купить, и у вас это по сюжету проходило, и говорят, нельзя, я говорю, нет, можно, но это неправильно, тратить полтора миллиона на дорогой инструмент, который нужен, безусловно, я не могу, потому что депутатский фонд не такой большой, а детям лучше нужны, так скажем, более такие ощутимые земные вещи, но при этом на Росановской школе, которая просила рояль, я с Минкультуры, мы провели работу, и в том числе на Росановскую школу, 30 января поставлено было пианино бесплатно для ребят, а что они хотели, Стэнвейль или Маху, концерт? Ну, мы хотим всегда больше, и это правильно, нужно мечтать, но я просто к тому, что мы вместе с общественностью встречаемся, и я говорю, что, коллеги, поступило заявок вот на такие суммы, давайте вместе решим, что в первую очередь мы будем, на что будем тратить, с общественными помощниками, с руководством того или иного поселения, мы эти вопросы вместе решаем. Что касается обращений, ну, были и совсем, так скажем, личные обращения, вот мы вместе, я обратился к Андрею Робертовичу Иванову, и мы решили этот вопрос, мех колонны 59, дом 36, барак в ужасном состоянии, 4 семьи в прошлом году удалось расселить. Конечно, люди счастливы, и мы рады, что удалось помочь людям, потому что они жили, мягко говоря, в очень плохих условиях. Есть люди, кто обращаются с такими глобальными вопросами, экологическими, вот в Кубинке, наверное, это один из таких самых наполненных вопросами и проблемами поселений, потому что там много военных городков, очень насущные вопросы, связанные с очистными сооружениями. Это вообще система ЖКХ в очень таком... Ну, у нас Минобороны, да, очень хорошо настроены на военное время, вот некоторые вопросы тыла, я бы так сказал, у них решаются не всегда хорошо. Но появился плюс, возглавляет Департамент имущественных отношений, Минобороны, бывший мэр Краснознаменска, наш, так скажем, общий товарищ, который работал в команде губернатора долгое время, Супунов Михаил, вот, и к нему стало проще обращаться. Но, например, вот по Кубинке нам удалось вместе быстро решить, мы передали Кубинка-1 и Вотинцева линии электропередач. То есть не может муниципалитет тратить деньги на то, что принадлежит Минобороны. А деньги были в прошлом году, и мы вместе с главой, он говорит, нужно, если сейчас получится передать, мы сделаем освещение. И вот мы в таком режиме оперативном вместе с директором Супуновым этот вопрос решили, передали линии, а нет, сделали освещение. Сейчас вот это конкретное такое сделанное дело. С другой стороны, есть негативные моменты. Мне есть ответ, что очистные сооружения будут сделаны в ноябре 2017 года. Ну вот сейчас уже февраль, очистные не сделаны. Вот мы опять начинаем, вступаем в переписку, потому что очистные к весне, я думаю, что жалоб будет гораздо больше. По котельным удалось сдвинуть вопрос, где там три котла, из них один работал, второй стоял в таком режиме непонятном. И понятно, что если сломается один работающий котел, невзерва нет. Больше того, в 2016 году, еще накануне выборов, мы проводили совещание в той же Кубинке 10 в зале, где было полно народу. Народ недоволен. Конечно, уже горячие воды с перебоями, отопление с перебоями. В этом году ситуация несколько лучше. Там меняли форсунки, мы это тоже старались как-то держать на контроле, приезжали, писали письма. Сейчас вроде котельная, не дай бог, вроде работают нормально. Поэтому приходится иногда вот так в ручном режиме, есть вопросы большие, та же река Мята, экология вокруг нее, у вас сюжет на эту тему был. Мы этим занимаемся, Мята впадает в Нару, Нара впадает в Аку, это целый бассейн. И понятно, что и от каких-то туда сбросов нужно ее оградить. Поэтому все вместе занимаемся, и то, что удается передать на муниципальный уровень, конечно, с ремонтом этих дорог становится ситуация лучше. Что касается каких-то ограничений, которые связаны с оказанием материальной помощи, вот вы сказали о том, что депутатский фонд, он не такой большой. Тем не менее, вопросов всегда больше, которые надо решить, чем денег. Насколько вообще, кто может претендовать вообще на эту помощь? Потому что я знаю, что люди, как правило, 80% из 100 связаны именно с оказанием какой-то в той или иной мере материальной помощи. Ну, смотрите, здесь, во-первых, мой фонд и фонд каждого депутата рассчитан на то, чтобы целевым образом помогать учреждениям. И я здесь, наверное, интересно, цифры любят точность, поэтому я не буду стараться на память, а скажу конкретно, что за 2017 год я помог детским садам в Кубинке, пяти детским садам, это и на уличные игровые формы, и на мебель, и на летние веранды, и на компьютерное оборудование. То есть, это детские сады 73, 7, 17, 50 и 42. И больше того, я потом приезжаю и смотрю, а как эти работы проведены, все ли установлено. Потому что это бюджетные деньги, которые любят отчетность, и они должны строго, так скажем, быть израсходованы в определенном порядке. Единственное, с чем сейчас пока проблемы, мы оставили до весны, мне не понравилась летняя веранда, которая установлена в 42-м саду, у вас тоже сюжет на эту тему по телевидению был, мы договорились, что ее все-таки приведут в более комфортабельный вид, и прокрасят, и подделают, и лавочки сделают внутри, и какую-то аппликацию, чтобы это была детская веранда, а не просто какая-то безликая такой павильон. Остальное все сделано в порядке. Акуловской средней общеобразовательной школе 300 тысяч было выделено на замену, на установку пластиковых окон. И сейчас, кстати, Центр культуры и творчества Кубинка, 150 тысяч рублей, выделено на детскую библиотеку, они весной будут устанавливать ее стилизованную прямо перед этим центром, и будет вот такое уличное еще место, где можно почитать книгу, взять, оставить свои книги, буккроссинг будет идти. Это вот 17-й год Кубинка. В Голицыно я помог школе номер 1 и школе номер 2, это приобретение пластиковых окон и компьютерного оборудования. В школе номер 2 на 490 тысяч рублей, в школе номер 1 на 119 тысяч рублей. И детский сад номер 36 мы приобрели мебель на 270 тысяч рублей. И в часы в школу 501 тысячу рублей я выделил на мебель приобретение и установку компьютерного обучающего оборудования и оборудования для поддержания системы водоснабжения. Почему говорю конкретно, как говорит наш губернатор, не рассказывай, как тебе это важно, покажи, сколько ты тратишь на это деньги. Поэтому на систему образования, на социальные учреждения мной потрачено на три вот этих наших поселения, которые в моем виде не находятся, вот такие суммы денег. И я проверил окна, установлены мебель, закуплено, все это работает для наших детишек, для наших жителей. Ну вообще вот хочется сказать, наверное, это является своеобразным противовесом тому, что сейчас у нас расходование бюджетных средств должно соответствовать по программам идти, по определенным. Программа это все-таки это направление. А здесь конкретные такие точечные прямо вопросы, которые депутат может решать. И это своеобразный, ну скажем так, противовес, хороший такой противовес вот такому программному финансированию. Петр, я бы сказал, наверное, что это дополнение, я бы лучше так назвал, потому что в программы мы тоже в хорошем смысле забираемся. Вот я здесь рад, например, как идут дела в парке Голицыно, потому что была идея, мы когда еще накануне выборов приезжали, там такой пустырь, и было желание сделать парк. Мы включили этот парк 812 года в программу. В прошлом году было выделено 20 миллионов, практически все там, за исключением небольшой суммы, и зарасходовано. В парке появились дорожки, скамейки. Сейчас весной он должен, что называется, раскрыться во всем своей красоте. Больше того, чем хорошо, на берегу водоема, с той стороны водоема, усадьбы Большие Веземы, еще будучи министром культуры, мы очень много вложили в нее, и не только главный дворец и флигель, а вы знаете, что и конный двор, бывший дворец, который теперь конный двор и два флигеля, тоже там сделано целое, так скажем, благоустройство. Лодочную станцию мы открыли, назвали пушкинскими героями лодки, это тоже, так скажем, маленькая деталь, но важная. И из парка вот этого, из Голицына, правда, Большие Веземы уже не, так скажем, моя территория как депутата, но это территория моих друзей-товарищей Лазутина и Голубкова, и получается, что это единый такой кластер для отдыха, для прогулок, он очень красивый. И сейчас мы с главой договорились, программа по парке Подмосковья, которая, кстати, парки Подмосковья вообще очень, на мой взгляд, полезная и важная программа, вот с 13-го года она начала действовать, поручение губернатора, это был министром, и мы говорили о том, что культура пошла в открытое пространство. Маховик раскручивается. Да, да, парков становится все больше благоустроений, за это несут ответственность персонально, там, и я так донес, как министр и главы, и сейчас вот этот парк начинает потихоньку оформляться. Так вот, по этой программе у нас нельзя, мы внесли изменения, что можно один, если парк большой, подавать дважды, то есть не один раз в программу, но не ежегодно. Поэтому мы рассчитываем на то, чтобы в 17-м году было финансирование, на парк в Голицыно в 19-м, либо в 20-м крайний срок будет вторая доля финансирования, это опять же будет порядка 20 миллионов, и парк получит еще, так скажем, больше вот этого вот комфорта, дорожно-торпиночная сеть, озеленение, лавочки, освещение, все это входит в парковый стандарт. Поэтому и в программу мы тоже попадаем, больше того, если мы сейчас заговорили о Голицыно, его, так скажем, составляющей культурной, там руководство поселения, молодцы, делают такую пешеходную зону вдоль центральной улицы, а мы еще помогаем с тем, что договорились, что там будет открыт филиал музея Пушкинского, вот этого больших везем. Там сейчас на этот год в планах, в рамках корректировки бюджета будет здание отремонтировано, и там будет филиал музея, то есть будет парк, пешеходная зона, музей, все это создаст комфортные условия для проживания людей в поселении Голицыно. Вообще мощнейшую точку притяжения создаст, в том числе и туристическую. Вот, кстати, о вопросах образования культуры и туризма, понятно, это вам очень близко, вы возглавляете профильный комитет, но, тем не менее, естественно, наши телезрители не могли не обратить внимания на то, что вас очень плотно интересует, вы занимаетесь очень плотно и вопросами здравоохранения, учреждений здравоохранения, профессионально занимаетесь этим вопросом. Вот несколько слов об этой вашей стороне деятельности, потому что я видел, и разносы вы устраиваете, и, в общем, короче, ставите на место некоторых руководителей. Разносы не разносы, а призываю к здравому смыслу, потому что, когда мы приходим смотреть, как проведен ремонт в поликлинике, если где-то, извините, обналичка дверей шатается, если где-то там ручки плохо прикручены, ну, это все, что называется, не очень качественный ремонт. Но, тем не менее, без этого, наверное, не обойтись. Как говорят, шутят некоторые строители, говорят, застройщиков добросовестных практически не бывает. Вот у всех, кто идет в бой по срокам, нужно контролировать. Но здесь самый большой вопрос, наверное, связанный с медициной по Кубинке, стоял и до сих пор стоит, он сейчас в процессе решения. Первое, чем мы занимались, это передачей поликлиник, медучреждений, которые находились в Минобороне. По улице Армейской поликлиника передана, сейчас идет оформление подвальной части, уже идет ремонт, оборудование будет устанавливаться. То есть, скоро она начнет принимать своих пациентов. На Рафаминское шоссе 38, вот не так давно, тоже вместе с вашей телекомпанией мы там были, как раз смотрели результат ремонта. Ремонт подошел к концу, думаю, что сейчас уже со дня на день он будет полностью закончен. Речь шла об оборудовании, я вот тогда в сюжете еще не мог сказать, сейчас уже говорю. Я связывался с руководством Минздрава, там заявка была, как оказывается, но заявку никто не продвигал, потому что там какая-то смена главврачей была. Ну, они говорят, что заявку не двигали, но вот мне удалось договориться, ее, так скажем, продвинуть. Заложены деньги, оборудование в поликлинику на Рафаминском шоссе 38 будет поставлено. Мы занимались также и хотели взять в муниципальную, ну, себе в область поликлинику номер 126. Была целый ряд переписки, они запрашивали войсковую часть. Ну, в общем, пришел ответ, что эта поликлиника жизненно необходима Минобороны, потому что там проходят обследования, там летчики, что-то вот такое. Мы попытались объяснить, что, в принципе, мы-то ее берем тоже для того, чтобы там семьи офицеров лечились, проходили лечение, профилактику. Да, выгонять не будут. Ну, в общем, по 126 нам прошел отказ. Еще один сюжет, чем мы занимались, я просил сюда, приезжал заместитель министра здравоохранения, мы ходили по месту. Есть место для строительства новой поликлиники. Рассматривали ее мощность, проходили общественное слушание. Вот, сейчас, так скажем, нет установки на строительство новых поликлиник, но я разговаривал и с министром Дмитрием Сергеевичем Марковым, затем я разговаривал с зампредом по экономике, финансам Ириной Вячеславовной Смирновой. Я говорю о том, что в Кубинке поликлиника необходима. Ну, понимание определенное есть, вопрос обсуждается, но все это связано с определенными серьезными деньгами. Поэтому рассматривается сейчас, вот при введении всех этих учреждений, которые будут, какое количество человека посещений, там есть медицинские подсчеты определенные. И когда мы считали, что будет введено, если бы 126 отдали, наверное, мы бы по Кубинке не имели проблем с посещением. Сейчас без 126, думаю, что потребность в новом здании появится. Плюс, как мы видим, в Кубинке еще идет строительство домов, и наши войсковые части будут увеличиваться. Понятно, что что-то там связано с военной тайной, но, тем не менее, приезжая офицеры, семьям нужно сразу куда-то не только учиться, но и лечиться. Поэтому по здравоохранению очень такой вопрос острый, насущный. Две поликлиники войдут в строй, дальше будем сейчас заниматься тем, чтобы все-таки ставить вопрос о строительстве. Вообще, это достаточно сложно, не имея представления о том, что там будет. Что здесь будет, вам знать не положено, но все, что здесь будет, вы обеспечите образовательными учреждениями. Если мы видим на Рафаинском шоссе, что строятся многоквартирные высотные дома, мы же понимаем, что в них будут жить люди. Там, может, это будут не какие-то очень многодетные семьи, но, тем не менее, эти семьи будут. Значит, догонять же всегда хуже. Люди приедут, переполненность поликлиник, это всегда раздражает людей. Поэтому мы здесь, в общем-то, как раз и хотим объяснить, что лучше бы сработать здесь на опережение. Поэтому вот ищем варианты. Олег Александрович, я думаю, что телезрители помнят ваши предложения о создании Большого Золотого Кольца России в свое время. То есть, ваши, в принципе, инициативы всегда были несколько больше, несколько шире, чем масштабы одного региона. Вот если можно, насколько вообще это развитие внутреннего туризма сейчас актуально? Есть ли шансы у подмосковных городов попасть в эти проекты? В какой вообще стадии вот сейчас находятся эти инициативы? Вот, скажем, Кубинка, Голицына, хорошие города ведь, да? Могут ли они претендовать на что-то? Вообще, если говорить о части работы моей как представителя комитета, в части культуры, мы, во-первых, приняли в прошлом году очень полезный, на мой взгляд, закон о праздничных днях и памятных датах. 10 праздничных дней, 16 памятных дат. Все это мы очень долго вместе с краеведами, с историками, с учеными обсуждали. Но для нашей малой родины вот этот закон полезен, потому что, я думаю, даже взрослое поколение, не все знают о том, что первый корабль был построен у нас. Понятно, первый спутник у нас, оружие победы «Катюша», первая футбольная команда у нас. И так можно перечислять первое, первое, первое очень много. К тому же у нас есть свои герои, есть юные герои, есть подвиги, такие как подвиг панфиловцев. Эти исторические даты, вехи надо знать. Поэтому мы здесь вот такой закон приняли. Сейчас готовим издание с тем, чтобы оно пошло в школы, в библиотеки, чтобы каждый, проживающий в Подмосковье, знал, что его малая родина, Московская область, связана с очень важными историческими победами, свершениями, достижениями. И вот такой закон принят сейчас. Если мы говорим о Золотом кольце, города, которые находятся в Московской области, они амбициозны, это правильно, сейчас развивается туризм очень, так скажем, большими темпами. И по туризму, кстати, это тоже одна из сфер нашего комитета, Московская область в прошлом году занимала только призовые места. Первое по продвижению туризма, третье, по-моему, по освещению, первое по событийному туризму, на это все есть сертификаты, дипломы. Просто мы, так скажем, закрутили вот развитие туризма за эти годы, раскрутили достаточно серьезно. И наши города, Коломна в проекте «Россия-10» победила, есть, так скажем, города, которые сделали очень серьезный шаг по навигации, паркинге, отели строятся, отели видят, то есть бизнесмены видят, что поток туризм увеличивается, значит, будет востребованность ресторанами и отелями, начинает возрастать вот эта сфера. Есть перспективы для развития бизнеса. Да, есть перспективы для развития бизнеса, и мы здесь как раз нацелены на то, чтобы бизнес привлекать. Ну и пришли к тому, что вдруг стали провозглашать некоторые города, так скажем, о том, что они тоже входят в Золотое кольцо. Я как член оргкомитета федерального задал вопрос и, в общем-то, настоял о создании рабочей группы, которую мне и поручили возглавить, по стандартизации Золотого кольца. Все-таки, я говорю, если идет самопровозглашение, то нам ничего не мешает. Сейчас тоже провозглашать, но это же неправильно. Должна быть какая-то система, критерии, почему этот город, а не другой. Ну и, в общем, министр Мединский это поддержал. Были вручены сертификаты восьми городам Золотого кольца, которые исторически 50 лет назад нашим одно время директорам Чеховского музея Мелехова были провозглашены вот эти вот подходы, что это Золотое кольцо России. Так вот, было поддержано, что это такое некое российское ЮНЕСКО, что эти города должны иметь и особый статус, но при этом и высокий уровень. Я разрабатывал критерии, разрабатывал положение о совете. Совет создан, я в него также вошел. Речь идет о том, что города могут претендовать, подавать заявки. Эти заявки сейчас готовятся, а Совет будет отбирать. И там пять групп критериев. Кроме того, что это должен быть православный облик, сохраненный объект культурного наследия. Не позднее 15 века он должен быть основан. Там должна, так скажем, быть такая насыщенная достопримечательными местами атмосфера. Это должен быть именно город, который не разочарует в плане познания. Но при этом мы не говорим, что о том, что ему есть что посмотреть, а что дальше. Там должна быть инфраструктура, сфера услуг, то, что мы говорили, отели, рестораны, паркинги, навигация, меню на нескольких языках, навигация на нескольких языках. Если ты хочешь претендовать в Золотое кольцо, то стране не должно быть стыдно за то, что туда приедут иностранные туристы. Информационный большой блок, транспортный большой блок. То есть, должна быть транспортная доступность, общественный транспорт. Все вплоть до общественных туалетов, медпунктов. Там все прописано. И если город говорит, да, у меня все готово, представляет презентацию, он обсуждается и он включается в Золотое кольцо. Один или два города, это пока, ну вот обсуждает. Министр сказал федеральный, что один город в год. Как правило, да. Ну, как правило. Поэтому мы обсуждаем. У нас готовят сейчас заявку город Серпухов. Вполне может претендовать. И я думаю, что вторая заявка пойдет от города Коломны. Я знаю, что из Ярославля Углич, из Калужской области Боровск. И думаю, что споры будут жаркие. Но то, что целый такой всплеск получается, и каждый город хочет соответственность высокому стандарту, я на пресс-конференции в ЭТАРТАС сказал, и замминистра Манилова меня поддержала, что давайте сделаем институт кандидатов в города Золотого кольца. Это тоже высокий статус. В Европе столица культурная Европы – это статус, который раскручивается несколько лет. Сначала он как кандидат поднимает флаг. Вот пафос столица прошлого года. С 2010 года заявляла «Мы – кандидаты в культурные столицы Европы». И это привлекало внимание. Потом он стал культурной столицей, и это стало привлекать внимание. Поэтому вот этот механизм продвижения российского турпродукта под брендом, он раньше был турмаршрут. Чем мы занимались? Сначала турбизнес меня не воспринял. Говорят, ну вы что, у нас есть маршрут, вот эти города уже обкатаны, автобусное вот это кольцо, петля на северо-восток. Я говорю, вы поймите, за 50 лет все изменилось. Мы уже не пользуемся телефонами дисковыми, мы уже не на Икарусах ездим, там, когда непонятно. Ну, вот есть четкий план. Это Золотое кольцо стал брендом. И иностранцы, которые проехали Золотое кольцо два раза, они больше туда не поедут. Ну, потому что все одно и то же. Нужно подавать туда еще какие-то яркие наши жемчужины. Не с первой попытки, но мы все это раскачали, нашли полное понимание. И сейчас Золотое кольцо становится таким национальным туристским проектом. О чем сделано положение? Ну, что ж, я, кстати, думаю, Олег Александрович, может быть, есть смысл создать Золотое кольцо нашего региона? Младшего брата Большого Золотого кольца, и пусть туда войдут те города, которые после 15 века созданы. Ну, здесь у нас же много есть усадьбы, маршрут усадьбы, Серебряное ожерелье, там Шелковый путь. Очень много брендов. И, кстати, Турбизнес и говорил, что, товарищ Рожнов, есть достаточное количество брендов, давайте новое создавать. Я говорю, поймите, если есть раскрученный за 50 лет бренд, который узнаваем на планете, его надо использовать. Можно создавать новое, но пока ты раскрутишь что-нибудь, типа, не знаю, платиновое кольцо какого-то региона, ну, все будут смотреть, пока не понимая, что это такое, и с неким недоверием. А Золотое кольцо – это уже высокий уровень доверия. И, кстати, хотел, вот мы с вами начали говорить о материальной помощи, ушли и к программам, и к крупным проектам. Еще есть средства, которые я потратил, 12 семей в этих поселениях получили адресную материальную помощь. Больше того, на этот год и на последующие деньги тоже заложены. Я вот пользуюсь как раз вашими возможностями, говорю о том, что эту помощь 10, 15, 20, 30 тысяч получить можно от каждого депутата, в том числе от меня. Нужно подавать заявки, заявления, приходить ко мне на прием и подавать бумаги. Получает эту матпомощь либо человек, у которого низкий уровень материальной обеспеченности, либо он может быть высокий, допустим, у какого-то пенсионера с приличной пенсией, но нужны дорогостоящие лекарства, или, не дай бог, какое-то заболевание детей. Какая-то ситуация, здесь мы тоже можем дать матпомощь. Вот это тоже один из видов нашей деятельности, очень важный и полезный, потому что иногда выписывают лекарства, денег взять негде. Один из вариантов – прийти к депутату. Ну что ж, Олег Александрович, наше время подходит к концу. Мне бы хотелось, чтобы все-таки мы еще вкратце вернулись в завершение нашей программы к 2018 году, к планам «Год только начался». Все-таки несколько наиболее ярких моментов, которые вы в 2018 году для себя, как для депутата, наметили. Ну, вы знаете, у нас, во-первых, мы планируем устанавливать губернаторские площадки, продолжать. За вот прошлые годы истекшие в Чесцах была установлена при моей поддержке площадка, и в Кубинке на Нарофоминском шоссе. Но, кстати, приходится постоянно что-то доделывать. Приходят мамочки и говорят, знаете, открыли спортивную площадку губернаторскую, и мячи через нее летят к нам, в детей, в коляске, что-то надо делать. Мы вместе с поселением объединились, сделали, они приварили железные такие стойки для ограждения. Я приобрел сетку, и мы сделали высокое ограждение. Ну, вроде как, вот приходится даже заниматься такими, но они очень важны, эти вещи, потому что спортплощадка и детская площадка рядом хорошо, но возникают вот такие моменты. Что касается денег на следующий год, я планирую в 2018 году на Кубинку помочь трем школам. Это техническое оборудование и мебель, и стулья для актового зала, и где надо фрезерные станки. Это Осаковской школе и Кубинским школам номер один, номер два. То есть, я так понимаю, это вы сейчас уже буквально цитируете. Это уже сверстан бюджет, больше, что это деньги уже заложены в бюджет, я могу о них говорить, вплоть до суммы 385 тысяч, 299 тысяч, 166 тысяч. И детскому совету номер два в Чуприково 150 тысяч на сплит-систему в актовый зал. В Голицыно 500 тысяч заложено на создание многофункционального городка у школы номер один. И частам библиотеки муниципальные 500 тысяч рублей на ремонт этой библиотеки. В небольших поселениях, как правило, клуб и библиотека – это место, куда люди приходят, культурное место чаще всего. И эти места, конечно, должны находиться в приличном состоянии. Поэтому, вот если говорить про часцы, я помог с школе на полмиллиона рублей в 2017 году, библиотеке на полмиллиона рублей в 2018 году. Это то, что заложено. А мы до сентября, встречаясь с общественностью, будем обсуждать, что нужно заложить в мой фонд в 2019-2020 году. Это тоже мы будем делать все вместе. Ну что уж, Олег Александрович, спасибо огромное за то, что выбрали в своем плотном графике время, пришли к нам в студию. Я думаю, что это действительно очень и важная, и полезная информация для наших телезрителей, потому что депутат, работающий, активный – это, конечно, подарок судьбы. Спасибо. Я думаю, что, может быть, имеет смысл нам где-то в середине года встретиться и поговорить о том, что сделано, и уже более конкретно. Ну, исходя из того, что мы с вами не успели поговорить, я думаю, о 50% еще сделанных дел, которые мы включаем там и в бюджеты муниципальные, и делаем, ну, еще один важный момент, допустим, для Голицына пришли мамы, и там же рассекается железная дорога и поселок, и детское питание выдают только с одной стороны. Да, и понятно, что это неудобно с колясками через переходы, там, идти за детским питанием потом, а еще вот в такой снег, как, допустим, в эти дни. Вот, поэтому мы договорились и вместе с руководством Одинцовского района, Одинцова Татьяна Викторовна очень помогла, мы разделили и стали возить питание и на ту сторону железной дороги, и на эту сторону. Два месяца было все в порядке, сейчас почему-то опять начало сбоить, буквально вот на днях мы разговаривали с тем, что, ну, мы, даже если там 100 человек получают, все равно это 100 человек наших жителей, это мамы с колясками, которым не надо создавать такие сложности, как переход железнодорожных вот этих вот путей по этим всем ступенькам. Поэтому мы возвращаемся опять к этому вопросу и договорились, что в двух местах так и будет выдаваться детское питание. Поэтому некоторые вопросы решаешь, но их потом приходится все держать на контроле, все равно приходится их контролировать, и очень важна обратная связь. Вот здесь тоже, пользуясь этой возможностью, я говорю о том, что вы обратились к депутату, что-то решено, потом вдруг что-то это отменилось, не стесняйтесь об этом напоминать. Мы, к сожалению, не можем вот так мониторить прямо каждое вот сделанное дело. Поэтому нам важна обратная связь, важен общественный контроль, который есть и через общественных помощников, и просто от любых неравнодушных граждан и людей. Ну что ж, я думаю действительно, что наша встреча еще в этом году состоится, что это не последняя встреча. Желаю вам всяческих успехов. Спасибо. И нашим телезрителям напоминаю, что гость нашей сегодняшней передачи Олег Александрович Орожнов, депутат Московской областной думы, член фракции «Единая Россия», председатель комитета по вопросам образования, культуры и туризма. На этом мы с вами прощаемся. Всего доброго. До новых встреч на канале ОТВ. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова